Итак, одно из нововведений налоговой реформы с 2025 года Российской Федерации. Не знаю, новости это приятные или неприятные. Возможно, на самих субъектах туризма, объектах размещения, общепите, хорике, наверное, отразится в какой-то степени через сцены. То есть надо посмотреть, как именно будет введен. Так вот, одно из нововведений это новый туристический налог. Иногда, например, там его называли курортный сбор, туристический налог, гостиничный сбор, туристический сбор и так далее. Соответственно, уровень этого налога будет региональный, местный. Соответственно, это пополнение казны муниципалитетов. Возможно, поскольку уровень введения будет региональный, часть этого налога заберет себе субъект Федерации, то есть регион, область, край. Оно, в принципе, и понятно, потому что никакой муниципалитет не живет своей жизнью, к нему есть подъездные дороги. То есть есть инфраструктура межмуниципальная. Возможно, если это будет сделано грамотно, через межмуниципальное взаимодействие, через межмуниципальные проекты, межмуниципальные агломерации и совместные межмуниципальные проекты. То будет введено именно таким образом. Способ взимания. И существует, наверное, три основных способа взимания транспортного налога или курортного сбора, ну, извиняюсь, туристического налога. Первый – это, наверное, прямой сбор, наиболее известен, скорее всего, туристам. Многие, когда заселялись в гостинице в Европе или в некоторых странах Азии, они уплачивали помимо гостиничной стоимости номера размещения, еще и так называемый туристический сбор. Вот он, прямой способ взимания. Заселяетесь, платите. Непосредственно с туристов, да, соответственно, он как бы уходит, включается в счет, например, там в проживании, может быть такой вариант. Второй – косвенный способ сбора может быть. Он может быть включен в стоимость туристических услуг. То есть, например, он может быть включен в то же самое проживание, сидеть внутри, не выделяться, да, как косвенный сбор. Как раньше был налог с продаж или НДС, например, россияне знают, кто застал этот период, да. Вот, может быть включен в стоимость туристических услуг, экскурсии, транспортное обслуживание, билеты в музей и так далее, и так далее. Выделен, допустим, будет отдельной строкой для перечисления. А может быть зашит туда. Или, например, может быть единый некий такой туристический налог, единый туристический сбор. К примеру, въезжает турист в границы региона или в город, населенный пункт, да. Возникает вопрос. Цель поездки, деловая, там, туристическая и так далее, да. Вот. Это может быть сделано через механизм виз. Он может быть зашит в визовую оплату. Он может взиматься в аэропорту. Он может взиматься на, если там шаттлы автобуса, например, в автовокзалах, на аэровокзалах, на ЖД вокзалах. Может взиматься там. Вот. Соответственно, местные органы власти будут администрировать, либо туристические организации, интеграции, может быть, с существующими системами учета. Ну, вот примеры, например, да. В европейских странах существует туристический налог. Он взимается с прорывающих гостиницах. В Италии и Франции налог варьируется, кстати, в зависимости от категории гостиницы и города. В Азии, Японии и Таиланд. В Турции, по-моему, тоже существуют различные формы туристических сборов на развитие туристической инфраструктуры. Понятно, что это делается для пополнения муниципальной казны. И, в принципе, территория взимания и закрепление этого налога, они, ну, справедливы. То есть, скажем так, где туристы используют инфраструктуру и, в частности, природу, да. То есть, где происходит расходование какого-либо ресурса, то, собственно говоря, там и должно пополняться. Потому что этот сбор, он будет направлен в том числе для финансирования, улучшения туристической инфраструктуры. Дороги, общественный транспорт, музеи, парки, другие объекты, которые пользуются популярностью у туристов. Вот такая вот логика вот этого самого нового туристического налога. Поскольку это региональный будет и местный налог, местный, возможно, сочислению в региональный бюджет, возможно, целиком местный, может быть, региональный, да. То, соответственно, полномочия по введению этого налога будут возлагаться либо на областной, краевой, республиканский совет народных депутатов, законодательный орган, да. Ну, в Торстане это госсовет республики Торстан. Вот. В республиках часто это такая форма, да. Если это будет местный, то это вводится решением местных депутатов муниципального образования и глава Совета народных депутатов муниципального образования будет его утверждать. То есть, ну, вот такое вот будет решение, да, постановление. Подробности по ссылке обращайтесь к нашим экспертам о решении Верный РФ. По ссылочке будет информация о введении этого налога.